Всем привет! Друзья мои, я человек пунктуальный, начинаю точно по времени. Классика жанра, начнём всё-таки с плюсиков. Меня все слышат хорошо. Друзья мои, вот, отлично! Спасибо большое за внимание, спасибо, что да. Пока мы все пытаемся собраться, я хочу вас немножечко поразвлечь. Во-первых, кто только что присоединился, посмотрите обязательно после вебинара ссылочку, которую я повесил 2 часа назад. Это моё выступление было на первом канале. Для меня это было сумасшедшее достижение. Мне очень сильно понравилось там выступать. Ну и плюс, это наша с вами тема. Тема смузи, тема здорового питания. Я считаю, она очень актуальна. Решил вас сегодня не мучить, не показывать никаких фотографий еды, потому что это очень для вас сейчас щепетильная тема. Знаю прекрасно, что с вами происходит. Хочу, кстати говоря, даже поздравить с вашим вторым днём. Это уже достижение. То есть второй день закончился, впереди уже будет облегчение. Кто-то уже отписывается, что у них есть облегчение. Я вас тоже поздравляю с этим. Это классно. Держите себя в руках. Кто-то сейчас пишет то, что очень тяжело. Родные и близкие наседают. Друзья мои, вы живёте для себя, но ещё для своих родных. Они за вас переживают, потому что они не знают, чем вы занимаетесь. Эхо, да, Мила? Эхо, эхо, эхо. Сейчас я его уберу. Прямо три секундочки, подождите. Сейчас, 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 сейчас. А вот так эхо нету? А вот так эхо нету. Хорошо, всё. Вот, отлично. Мила написала, что отлично. Так вот, держите себя в руках. Пытайтесь просто, вот как я, идти рогом. Вы делайте это для своего здоровья. Потом ваши родные и близкие, они увидят результат. И я думаю, тогда у них будет мнение совершенно другое по поводу Калавады. Ну, вижу уже, что людей уже становится чуть побольше. Поэтому начну вкратце свою историю. Да, это я, ваш шеф-повар. Шеф-повар Калавады уже третий. Я являюсь шеф-поваром, ну, не так давно, лет, наверное, семь. Общий поварской стаж порядка 15-16 лет. Начал я готовить с раннего детства. Мне это действительно очень сильно интересно. На самом деле, не знаю, откуда это пошло. Просто в какой-то определенный момент я люблю рассказывать эту историю. Когда-то сидел колой попой, пардон за выражение, на полу и плакал. И мама мне дала обыкновенную кастрюльку, половник. Я постучал половником по кастрюльке и перестал плакать. Вот, наверное, тогда-то и пошла моя карьера повара. Я понял, что очень интересно мешать половникам по кастрюльке. Это очень классно, это очень великолепно. Я до сих пор стучу и радуюсь. Ну, и как-то так пошло. В школе начал готовить, потом начал учиться, потом в армии начал готовить. Готовил после армии. В одном ресторане, в другом ресторане. Ну, и потихонечку стал шефом. Ну, давайте все-таки чуть-чуть про мою карьеру забудем. Я специально сделал соцопрос некий и ВКонтакте, и Фейсбуке, и увидел все ваши пожелания, предпочтения. Все вы хотите понять, как правильно выходить из Калавады. Но очень важный момент. Наверняка многие сейчас думают, ну, все, сейчас вот оно закончится, я начну просто есть, есть, есть. Друзья мои, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах этого не надо делать. Также прозвучали вопросы все, которые вопросы были я, я их все записал. Как плавненько перейти, чтобы не пострадал ваш желудок? Ведь поймите правильно, мы с вами сейчас очищали желудок, кишечник, весь полностью наш вот этот длинный, да, и у нас с вами стеночки, они чистые. Кто прошел уже вторую, третью, а то и некоторые там десятую Калаваду, они это прекрасно понимают. Кто только новички, я, наверное, все-таки в основном новичкам рассказываю. У вас оголенный весь пищевод, и если вы будете набрасываться на всю обыкновенную еду, вы просто-напросто пострадаете. Будет, ну, при хорошем раскладе, мы можем с вами такими словами говорить, просто будет диарея. Я думаю, что нам неинтересно совершенно так себя чувствовать. мы две недели старались для себя любимых, только потом вдруг нам станет плохо. Поэтому, что я вам предлагаю делать? Во-первых, после вот этого второго этапа очень важный момент. Вот у меня даже специально вам покажу, остались эти листочки от Калавады, и все здесь написано черным по белым. Нужно аккуратно и тщательно вводить какие? Сырые овощи, отварные овощи, естественно, ни о каких жареных овощах и продуктах мы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах даже не думаем. Если вы обратили внимание, что в нашем вкладыше написано мясо вводить в 13-й день, то есть это уже после Калавады. Я, когда проходил Калаваду, я мясо не ел вообще. Хотя мои соратники говорят, ну а что, я вот ела курицу, я не буду говорить даже кто. Ну, ела-ела, на здоровье. В конце концов, это твой желудок, это твой кишечник. Точно так же, как немножечко маленькая отступка, у нас очень большие были дебаты по поводу яиц. Друзья мои, вы чуть-чуть неправильно понимаете, здесь у нас есть такая позиция, как рекомендованные продукты и ограничить или исключить из списка. что это значит ограничить или исключить? Вернемся к нашему злосчастному банану. Ешьте на здоровье банан, ешьте яйца, ешьте мясо, никто вас, в принципе, не заставляет избавляться от этих продуктов. Вам рекомендуется, если, какую задачу вы для себя ставите. Если вы хотите похудеть, это одно, если вы хотите почистить желудок, это другое. Если вам плохо, ну, тогда, значит, нужно немножечко разбавить ситуацию и не пить глину на воде, а добавить немножечко соков. То есть, нужно изначально было понимать, когда вы шли на коловаду, какая цель вашей коловады. Вот, у меня цель была такая, мне было, во-первых, интересно, во-вторых, я реально хотел похудеть. Я похудел, я своей цели добился, и я не ел ни мяса, ни ящепетильно, вот именно по нашему рациону работал, над своим желудком. Поэтому, друзья, смотрите внимательно за тем, что вы едите. Итак, про вывод, выход из коловады, точнее, мы переходим на третий этап. Рецепты мы подготовили все плавно, мы будем снова видеорецепты вам выкладывать. Это вареные продукты, кушайте каши, кушайте каши на воде, кушайте гречку, которую я в красной форме видеорецепт показывал. Аккуратненько, постепенно, не нужно набрасываться и много сразу кушать. Кушайте супа, суп из полбы с овощами. Очень классная идея у меня возникла, и я решил, чтобы она как-то перешла в вашу жизнь. То есть, старайтесь, обязательно, какое-то, должно быть, дробленое питание, не должно быть у вас обед, точнее, завтрак, обед и ужин. И все. Лучше сделайте первый завтрак, второй завтрак, обед, подник, лучше вы будете кушать по чуть-чуть, но это будет правильно, то есть, у вас будет пища перевариваться. Очень важный момент, кстати, гуру Ваня заметил, чуть-чуть нужно быть голодным после того, как вы покушаете. Это факт. Потому что, как только вы наедаетесь, у вас желудок начинает разбухать, становится больше, 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 он растягивается, соответственно, через месяц, через два, он просит еще большего объема, и тем самым у вас желудок тянется, тянется и тянется. Ни к чему это делать, лучше по чуть-чуть кушать и все. Также, если разговаривать про яблоки, злосчастные груши, друзья мои, с одной стороны, конечно, можно есть там написано в списке эти яблоки, груши, но я лично эти яблоки не кушал во время коловады, потому что я думал о своем здоровье. Вот. Ну, я думаю, что мы эту тему с вами закрыли. Если есть еще какие-то вопросы по поводу выхода из коловады или перехода на третий этап, можете сейчас задать. Пока вы задаете эти вопросы, я увидел сегодня интересную тему про грибы. Можно ли вообще есть грибы первые семь дней и можно ли есть грибы в третий день. Если вам интересно, вы можете посмотреть наш вебинар с Милой на второй коловаде. Я эту тему затрагивал, но раскрою еще раз. Во-первых, грибы очень тяжелый продукт. Во-вторых, я тот шеф-повар, который всегда абсолютно всем взрослым говорит, что детям не рекомендуется грибы кушать вообще до 12 лет. Наверное, у вас в голове у многих возникает вопрос, почему? Потому что до 12 лет у детей не вырабатываются ферменты, которые щепляют грибы вообще. Поэтому, думайте над составом грибов. И грибы очень часто на одной чаше весов состоят с мясом. То есть, вы понимаете, что мясо это тоже очень тяжелый продукт. И, кстати говоря, мясо во время коловады кушать нельзя. Поэтому, я думаю, что я на этот вопрос ответил. Кушать грибы можно, но только после коловады я бы вам рекомендовал это делать через недельку. Не раньше. А тут уже все зависит только от вас. Хотите вы, кто-то там написал, сделать фаршированные с рисом перчики и добавить туда грибочки. Шампиньоны у вас умирают в холодильнике. Переложите их в морозилку. И все. Еще очень был интересный вопрос. Мне понравился. Скажите, Максим, а что можно сделать испечь вместо банального кекса? Но ответа я тоже не получил. Я задал вопрос, а что вы подразумеваете под банальным кексом? Ведь где можно посмотреть этот вебинар, Ольга, рассказываю, объясняю вам. Чуть попозже я его запишу и обязательно выставлю в наших двух группах ВКонтакте и Фейсбуке. Хорошо? Так вот, по поводу кекса. Так как нам с вами во время коловады муку пшеничную вообще нельзя есть, я вам рекомендую использовать муку гречневую, овсяную, любую другую, какую можно купить. Конечно, крупу не изнута. И вы можете спокойно сделать из овсяной муки с добавлением творога, кексик очень классный. Вот почему, кстати говоря, я сделал чуть попозже, у нас будет рецепт что-то типа похожего, кекс такого интересного на третьем этапе. Поэтому банально кекс это, конечно, интересно, только девушка не раскрыла, что значит банально кекс. Но еще у нас есть с вами время, раскрывайте все свои вопросы, я смогу ответить. Дальше очень был вопрос по поводу как изменилось мое питание, от чего нужно отказаться, чего себя лишить, чего себя лишить и что сделать, чтобы избежать возвращения веса. Великолепный вопрос. Что изменилось в моей жизни? Ну, скажем так, все. Во-первых, общение с людьми, во-вторых, это здоровье, точнее, наверное, все-таки наоборот, здоровье появилось капитальное, дело в том, что я сова, так же, как и Мила наша, кстати, замечательная, я люблю, не то, что люблю, а я вынужден иногда сидеть часами, забивать какое-то меню в компьютере или что-то гуглить, что-то искать, отписываться и иногда засиживать часов до трех. Соответственно, с утра мне вставать крайне тяжело, хотя, так как у меня детки, мне приходится иногда в семь часов вечера, в семь часов утра вставать. Но, я каким-то чудом начал просыпаться в пять часов утра, иногда в шесть, и вот я понял, что, оказывается-то, вот оно как. Можно проснуться с утра, попить воды, через полчасика позавтракать и делать все дела спокойно с утра на свежую голову, а не сидеть с квадратной головой поздно ночью и заморачиваться. Хотя, вот сейчас я специально, не то чтобы специально, а я вынужден пропустить Калаваду вместе с вами, у меня большое количество мероприятий и у меня голова иногда вскипает. Я работаю и ночью, и утром, и днем. Еще успеваю на ваши вопросы ответить каким-то образом. Так что, жизнь у меня изменилась колоссально и психически, и морально, и физически. Ничего не вижу, никуда не слышу. Куда нажать, Ольга? Ольга. Все остальные слышат меня? Ольга, для вас рекомендую обновить, пожалуйста, флеш-плеер. В поисковике забейте, вот все остальные слышат, в поисковике забейте, обновить флеш-плеер, и все тогда будет хорошо. Все остальные плюсики поставили. Так, или поменяйте браузер, Оль, еще есть такая возможность. Хорошо? Так вот, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что со мной произошло после коловады. О, так, Ирина Винограда, у вас тоже все пропало, обновите, пожалуйста, страницу, должно все снова возобновиться. У меня интернет летает, это что-то у вас. Так, что произошло? Очистился полностью, во-первых, мой кишечник, мой желудок, и очистился, можно сказать, что мой разум. Я начал немножечко по-другому воспринимать окружающий мир. В принципе, я и так всегда жизнерадостный и веселый, но после коловады что-то такое торкнуло в голове. Я сейчас очень часто ловлю себя на мысль, что я еду в метро или в троллейбусе, в автобусе, я просто-напросто улыбаюсь. Не знаю, кто-то смотрит на меня как на дурака, а мне на самом деле покайф, друзья мои, честно. Вот надо жить в свое удовольствие, надо жить для себя, ну и, конечно же, еще для других и думать о других. Так что, от чего нужно отказаться или от чего избавиться? Ну, по-хорошему, живите здоровым образом жизни, тогда все у вас будет хорошо. Питайтесь правильно, выбирайте правильные продукты, и тогда все это будет хорошо. Если вы будете проходить коловаду, а потом после коловады кушать бургеры, тогда, наверное, не удивляйтесь, куда у вас возвращается этот вес, непонятно, как вы его долго скидывали, там кто-то отписывается 2 килограмма, там 3 килограмма, а потом после коловады есть мясо или картошку фри. То есть, мы с вами понимаем, что здоровое питание – это здоровые продукты, это правильное питание. Ну, я думаю, я эту тему тоже немножечко призакрыл. И что избежать лишнего веса? Конечно, все-таки пища должна быть менее калорийная, нужно следить за производителями еды, нужно думать о посещаемости магазинов. Бренды я на самом деле не люблю рекламировать какие-то конкретные по магазинам. Иногда вот даже в пятерочку можно зайти и найти что-то в ней, какие-то вещи. Иногда и в метро бывают косяки, и в других серьезных таких премиум-классах магазинах бывают очень много продуктов порченных. Всегда обязательно смотрите сроки годности. От этого тоже много зависит. Поэтому я думаю, что эту тему мы тоже прикрыли, друзья мои. Скажите, пожалуйста, с какого дня после Калавады можно пить кофе? Великолепный вопрос. На прошлом опять эхо. Так отошел лучше, стало мило? на прошлой Калаваде был такой вопрос, мы с девушками там, ну не то чтобы спорили, а кто-то рассказывал, что пожалуйста, помогите, я вот перестала пить кофе на Калаваде, мне стало очень плохо. Смотрите, я не знаю, у всех, скажем так, физиологические потребности, они разные, все чувствуют себя по-разному, то есть я, например, кофеман, я могу выпить там по 3-4 чашки кофе крепкого за раз, и мне ничего не станет, но может быть иногда у меня висках будет бить, но я как-то перехожу эту стадию очень быстро, я попью водички, а кто-то будет действительно, может быть, ему совсем будет плохо, тогда это сугубо индивидуально личный такой вопрос, это нужно сходить просто к врачу и поймать давление. Кофе я рекомендую пить дня через 2-3, и то слабая дозировочка. Кстати, я вам хочу поделиться своим опытом, своим секретом, наверное, есть такой момент, немногие знают даже о том, почему вот вы пьете кофе, и в хороших, кстати говоря, ресторанах, когда вы заказываете кофе, обязательно вам должны принести стаканчик водички. Многие знают, или никто не знает? Вот, Ларис, очень приятно, что вы знаете, но в большинстве случаев люди, вот, знаете, 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 молодцы, но давайте для всех вкратце расскажу. Дело в том, что кофейное зерно, оно, знаем про водичку, ну, давайте тогда не буду рассказывать. Вкратце, обязательно, когда вы пьете кофе, через полчаса запивайте его водой, тогда у вас будет самочувствие намного лучше, чем без воды. Вкратце, это будет так. Поэтому, с кофе мы тему закрыли, да, Светлана, пожалуйста, маленькая дозировка, и по чуть-чуть водите. Тоже, точно так же, как с чаем. Чай, кстати говоря, содержит кофеина, намного больше, чем кофе. Крепкий, зеленый особенно. Расскажите, расскажите, Ольга Давыдова хочет все-таки про кофе рассказать. Оленька, специально для вас, давайте мы всю нашу дружную кампанию не будем задерживать, не поленитесь, зайдите ко мне в Facebook, на мою страницу. Я понимаю, что это крайне тяжело сделать, но промотайте страничку мою вниз, и вы увидите, там очень интересный молодой человек, целых 5 минут рассказывает про кофе, про состав зерна кофе, почему нельзя растворимый кофе пить, кстати говоря. И я, например, тот человек, который, я уже давным-давно кофе не пью растворимый совершенно, и вам никому не рекомендую. Не травите себя, не нужно этого делать. Окей, расскажите, все, спасибо большое, Оля. Так, еще, про здоровое питание, про курьезы на кухне, про истории жизни, и вот, кстати, вы меня очень сильно расстроили на моем опросе, многие из вас, почему-то, про, я задал вопрос, как правильно кормить детей, очень мало людей сказали, что да, нам это интересно. Странно. Потому что ведь вы это кушаете, это хорошо, а вот детей-то тоже надо учить правильно питаться. В вашем рационе, здоровое питание, уже раздел тогда откроем, в вашем рационе обязательно должны всегда присутствовать свежие овощи и свежая зелень, это табу. Когда-то давным-давно я работал с грузинами, и если вспоминать вообще про все вот эти вот регионы южные, обратите внимание, они очень огромное количество зелени кушают. Для чего это нужно? Для того, чтобы наш с вами пищевод правильно работал, чтобы он проталкивал всю нашу пищу, чтобы она не стояла на месте, чтобы, если мы кушаем кусочек мяса, он очень плотный, консистенция, и обязательно, чтобы в зелени и в овощах содержится огромное количество клетчатки. Клетчатка проталкивает всю нашу еду, она не оседает у нас на кишечнике. Важный очень момент, не нужно есть много жирного. Сливочное масло, оливковое масло в больших количествах, постарайтесь избавиться от масел по максимуму. Сегодня, кстати, был вопрос по поводу жарки оливкового масла. Пожалуйста, оливковое масло на нем жарить не надо. Жарьте на простом масле, на рафинированном масле оливковое масло, добавляйте в салаты. Только тогда вы прочувствуете весь вкус масла. Специальные масла придумали, их очищают, чтобы не было запаха при жарке. А на оливковом масле на хорошем жарить, ну это просто грех, друзья мои, не стоит такого делать. Ну так вот, от жирного мы избавляемся, мы смотрим, чтобы не было холестерина. Например, морепродукты, креветки, в них содержится огромное количество холестерина. Уменьшайте количество холестерина совсем, то есть избавляйтесь от сливочного масла. Сейчас до рыбы дойдем. А на кокосовом масле, на здоровье кушайте, на кокосовом масле просто все должно быть в меру. Когда вы кушаете, вы думаете о мере, о том, чтобы не объедаться. Ну, раз уже мы идем просто вот в этой вот теме здорового питания, хорошая очень Анастасия задала вопрос, а можно на третьем этапе кушать рыбу и морепродукты? Рыбу можно кушать отварную и припущенную. Припущенная рыба у нас была в той коловаде, можете посмотреть мои видеоролики, там есть. Морепродукты можно кушать, но в маленьких количествах. На первом этапе можно было, на третьем этапе уменьшайте совсем-совсем чуть-чуть. Я еще раз говорю, у вас пищевод сейчас он голый. Глиной вы все просто выкидываете, стенки все слабенькие, поэтому совсем-совсем плавненько вводите такие вещи. Хорошо? По поводу здорового питания вообще. Кондитерские изделия, друзья мои, нет, либо очень мало. Вон, Ваня подсказывает, что только на третий день выхода рыбы и морепродукты можно кушать. Кондитерские изделия по здоровому питанию, пожалуйста, ни в коем случае. Свежий, испеченный хлеб, пожалуйста, ни в коем случае. Либо это хлеб, который должен быть со злаковыми, либо с разными видами муки. И вспоминаем про нашу русскую муку обдирную, либо про муку итальянскую семулу. Делайте замес какой-то, не работайте с одной только чистой мукой, как раз с мукой мы с вами начинаем расти вширь. Нам уже этого, в принципе, не нужно. И очень важный момент, про который я забыл, это вода. Пейте много воды. На этой коловаде кто-то спросил у меня, когда я написал, что во время коловады я пил по 5-6 литров воды, не вредно ли это? Нет, это не вредно. Вредно, когда вы выпиваете, как у меня были знакомые, по литру даже меньше в день. Вот это вредно. Когда у вас будет застой, тогда у вас будут большие проблемы с организмом. Когда вы пьете правильную воду, когда вы пьете ее постоянно, это очень хорошо. Когда у вас происходит постоянно обмен веществ, когда он выходит у вас с потом, и так, это очень хорошо. Как вот у меня происходит день. Кстати, есть такая программка, она есть и на андроиде, есть и в айфонах. Следите за своим уровнем воды. То есть, вы выпиваете стаканчик, вы плюсик поставили, выпиваете сок, вы плюсик поставите, и у вас считается по вашему весу, сколько вам нужно выпить воды в среднем. Вот у меня сейчас телефон посчитал, что нужно выпивать 2 литра 800 миллилитров воды. Я спокойно держу эту рамку, но иногда бывает, когда мероприятие происходит, мне некогда туда нажимать, я выпускаю этот момент. А так следите. Сейчас я отвечу Ирине. Так вот, как начинается мой день? Я просыпаюсь. Это закон, в принципе, был даже без коловады совершенно давным-давно, так как я водохлеб, я просыпаюсь и сразу же выпиваю стакан, а то и в принципе 2 стакана воды обыкновенной комнатной температуры. Потом, пока разбужу детей, пока почистишь зубы, ну и сделаешь утренние процедуры, все дела проходят где-то минут 15-20. Врачи рекомендуют 30 минут. Соответственно, наступает завтрак, после завтрака школа туда-сюда, всех развел, можно в течение дня попивать еще воды. То есть, самый важный момент до приема пищи и после приема пищи нужно выдержать время, когда вы выпиваете воду. Во время приема пищи воду я не рекомендую пить вообще. Для чего я сейчас объясню. Точно так же перед обедом выпили стаканчик воды, прошло минут 15-20-30, пообедали. Пообедали, жажда сильно вам захотелось пить, где-то через часика полтора рекомендуют врачи 2, попить воды опять можно. И так в течение дня пейте. Сейчас у вас идет момент, когда вы пьете глину, на этом я хочу заострить внимание, пейте воды много. 6 литров, 5 литров у меня был, я выпивал. Да, действительно, как кто-то написал, желудок начинал рычать, ворчать. Старайтесь как-то держать себя. Ну, что могу сказать? Да, у меня это было, у меня это было, ну, надо просто перетерпеть, друзья, этот этап тяжелый, но он самый полезный. Так вот, вода, вода, еще раз вода, и вода должна быть обязательно чистая, фильтрованная, из кулера, кипяченая, как хотите. Конечно, наша коралловая вода лучше, про весь состав, я думаю, что рассказывать не надо, после Ивана, это и так уже большая была интересная лекция. Поэтому, вода это наше все. Без воды человек не может существовать вообще. Ограничить количество соли, это тоже очень важно, это уже после коловады я рассказываю. Пожалуйста, друзья, есть даже такая древнерусская пословица, недосол на столе, пересол на спине. На спине где имеется в виду? Эту пословицу можно расшифровывать по-своему, то есть, кто-то считает, что если ты пересолил, то тебя побьют. На самом деле нет, я, например, считаю, что эта пословица так звучит. Если вы будете постоянно пересаливать пищу, у вас эта соль будет где-то все время откладываться, и в какой-то определенный момент вы начнете хрустеть, и это будет очень нехорошо. Поэтому избегайте соли, как можно меньше ее добавляете, или старайтесь вообще не кушать ее никак. Вот, Ваня там дописывает то, что с сырами поаккуратней. Ваня, я с тобой согласен. Друзья мои, по поводу сыров у нас тоже были дебаты в первые 7 дней, в третий этап. Давайте вообще попытаемся избежать, ведь сыры очень калорийные. Нам этого пока еще нельзя, либо как вот Ваня пишет, что должны быть они молодые. Давайте все-таки для себя любимых попробуем от них вообще избавиться. Это тоже очень важно. Вот, Ирине я не ответил, где можно найти видеоролики с прошлой коловады, где посмотреть. В фейсбуке есть раздел фото, в этом разделе есть подраздел видео, все в ваших руках. смотрите, либо на ютубе находите либо Мелову Матилевскую, либо меня, Максим Шитов, и смотрите все эти ролики. Я тоже так подумаю про сыр. Да, кстати, мою фотографию скажите, пожалуйста, все видите, да? Я вас хотел немножечко отвлечь, поразвлекать капельку. Немножечко, вот, видите, да? Отлично, Ирин, спасибо большое. Капельку хотел отвлечь от еды, хотел, чтобы вы чуть-чуть поулыбались, спросили у меня про курьезы на кухне. Расскажу. Бывают курьезы, на самом деле, жизнь поваров, она очень веселая. Нам нужно как-то всегда отвлекаться и нужно всегда готовиться с хорошим настроением для вас. Вот были у меня такие моменты из жизни, вот, человек, он решил сделать мне сюрприз, я работал с ушефом, захожу в заготовочный цех, это мой повар, он решил, вот, как-то сделать какой-то драйв в рабочем дне. А другой повар решил приготовить вместо пельменей вот такого крокодила замечательного из теста. Он позвал, шеф, иди смотри, что я сделал, ну, я запечатлил его. А в какой-то момент определенная мы иногда любим издеваться над официантами, и вон, Мила выложила как раз, где можно посмотреть видео, мы любим издеваться над официантами, они вообще народ очень такой интересный, то есть вы когда приходите в ресторан, вы их очень сильно подгружаете, они очень сильно волнуются, особенно молодые. и официант пришел на раздачу, сказал, отдайте мне, пожалуйста, срочно мой стейк. Не здравствуйте, не до свидания, не ребят, как дела? И Павел, тот же шеф-повар, который был переодет, он ему вот такой вот стейк выложил. Как вы видите, это обыкновенный поварской саба, который был украшен черепомидорами и петрушкой. Так что, курьезов на самом деле их очень много, пока смотрим любуемся на Пашку, сабы, что я могу рассказать про себя, у меня самый мой такой интересный был, мне не видно фото, а так, творческий подход ко всему, да, действительно. Видно так, Мил? Самый курьезный, самый курьезный случай из моей жизни, это когда я решил маме с папой приготовить, Мил, я тебе потом отдельно покажу эту фотографию, хорошо, хорошая моя, только тесто, вот тесто, вот мой Пашка, и вот Пашка с башмаком. Где-то лет в 10-12 я решил сделать родителям сюрприз и приготовить блины, но тогда готовить еще ничего не умел, замесил тесто, мука, вода, яйцо и все такое прочее, начал экспериментировать, добавлять соду, уксус, вино нашел в холодильнике и постепенно у меня тесто росло, а блинчики я отпекал, они у меня были невкусные. И я понимал, что в какой-то момент что-то произойдет, кто-то из родителей придет домой и будет меня ругать. Я стал эти блины потихонечку убрасывать в форточку и форточки, эти блины все повисли на ближайших деревьях, они валялись на асфальте, их было очень много. Эту историю папа очень любил рассказывать, он говорит, я иду с работы и весь двор в блинах, голуби уже такие полудохлые от блинов и вижу, что летят благополучно блин за блином из моей форточки. Вот у меня был такой курьезный случай, папа меня не отругал, ничего, но эту историю я запомнил на всю жизнь. Так, что у нас еще с вами по плану? По плану я еще могу вам показать фотографии, ну какие-то вот такие у нас была фотосессия. Опа, Анастасия, интересный вопрос, Чурчхела. Давайте с вами попробуем раскрыть рецепт рецепт этого великолепного блюда. Как правило, это грецкие орехи либо орехи фундук, ну просто просто орехи, правильно? И дальше все это обволакивается в сироп густой либо из гранатового сока, либо из какого-то другого, да? Мы с вами теперь понимаем, это должен быть концентрат сока и соответственно орехи это высококалорийный продукт. Поэтому думайте сами, калорийный продукт, если вы спросили вопрос про Чурчхелу, можно ли на третьем этапе, я не рекомендую, после каловады можно, во время третьего этапа нельзя. Ответил на ваш вопрос? есть у меня еще вот такая вот интересная фотография, я хотел бы с вами поиграть в загадку, это нарисовал мой ребенок картинку, я хотел бы от вас услышать, как вы думаете, что это такое? Ну буквально два-три ответа мне бросите, я вам отвечу, что это. пока можете вопросы задавать, потому что я хочу больше поотвечать на ваши вопросы, мне кажется, что я уже много что наговорил. Осьминог, Анастасия, даже рядом не стояла, это ранний Ван Гог, наверное, да, Лариса, скажите мне, пожалуйста, я задал вопрос, сейчас скажу про чай пальмов, все, Лариса Литовченко была права, это новогодняя елка, почему она синего цвета, ребенок ответить не мог, а что такое красное, это шары, вот и все. Задала выше вопрос про чай, парам-пам-пам, сейчас промотаю, чай-чай-чай, про кофе, а вот, я не пью кофе, пью зеленый чай, тоже надо пить воду, тоже надо пить воду после, да нет, 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 Оль, не нужно пить после чая воду, воду нужно пить только после кофе, для того, чтобы разбавить действие ингреди, компонента, который находится внутри кофеиного зерна, а кофеин, который содержится в чае, разбавлять ни в коем случае не надо. Фото прелесть, вопрос выше, все, думаю, ответил. Слэйдэс. спейндермен, круто. А про грибы был вопрос, я не сначала подключилась, да, Наталья, был про грибы вопрос, ответ, посмотрите в записи, пожалуйста, хорошо, давайте дальше. Еще очень важный момент, друзья мои, занимайтесь, пожалуйста, спортом, я очень хочу, надеюсь, что все-таки в понедельник у нас будет подключка, не то, чтобы я очень часто занимаюсь спортом, бывают вот такие варианты, бывают, очень сильно обожаю воду и все, что с водой связано, пожалуйста, занимайтесь спортом, катайтесь на велосипеде, занимайтесь фитнес-салонами какими-то, плавайте в бассейне, да, действительно, вот она, Аленка наша, она вышла, она подтверждает, да, да, движение – это жизнь, друзья мои, не лежите на диване, занимайтесь собой, занимайтесь всегда с детьми, всегда отдыхайте, помимо того, что мы много с вами работаем, когда вы занимаетесь спортом, вы меняете совершенно свою точку зрения вообще на все. Так вот, так, Ирина, мне 55 лет, а Калаваду я прохожу впервые, но мне все легко и нормально, я не пойму, это я такая зашлакованная, что меня ничего не берет, или еще все впереди, простите, может быть, это не совсем к вам вопрос, но наболело. Но, вы знаете, так как мы все-таки кураторы, мы стараемся все отвечать на все ваши вопросы в той или иной степени. Я вам могу сказать, как повар, как человек, который прошел эту Калаваду точно так же, как вы, один раз, и мне чуть-чуть 37 лет скоро будет, но у меня тоже было сначала все легко, на второй день я звонил, вот как раз именно вечером, я звонил, Миле, Миле, помоги, у меня ломало просто, мне виски просто били, у меня была красная моська, как сейчас, но сейчас, потому что я волнуюсь, я в красной рубахе, мне было как-то тоже, с одной стороны, не по себе, с другой стороны, потом стало легче, это все сугубо индивидуально, все это нужно пройти раз, а то и второй раз, я, например, собираюсь Калаваду проходить в январе точно, поэтому все, все это индивидуально, что еще могу рассказать, ну вот когда-то вот таким был, лет, наверное, 4-5 назад, давайте все-таки поздавайте вы мне вопросы, я готов уже на все ваши вопросы поотвечать, что еще могу сказать, что очень люблю заниматься с детьми, у меня, кстати говоря, я их четверо, и у кого есть дети, пожалуйста, не бросайте, не давайте им планшеты, телевизоры, у меня, например, дети катастрофические, не то, чтобы не знают, что это такое, спасибо большое, но у них есть и планшеты, телевизоры, я стараюсь избегать все-таки, побольше природы, побольше общения, да, Людмила, у меня 4 сына, а тот и не знал, я хотел выставить фотографию, но наш вебинар не хочет подгружать такие тяжелые, такие тяжелые фотографии, поэтому я их не выложил, и я еще вот люблю заниматься вот такими вещами, я люблю играть с жидким азотом, я провожу часто мероприятия даже с детьми, вот именно потому, что я люблю копаться с своими детьми, я знаю, как играться с чужими детьми, поэтому, друзья мои, первый прием пищи, дб какой, тертая морковь, что такое дб? тертая морковь, если говорить про тертую морковь, то обязательно добавляйте к морковке какой-нибудь, какой-нибудь жир, будь то оливковое масло, либо это сливки, либо, ну сметану нам, а нет, можно, про соусы напишите, хочется остренького, Анастасия, если вам сильно очень хочется остренького, я вам могу порекомендовать, пожалуйста, не увлекайтесь остротой вообще, во время коловады, я вам не рекомендую, либо полностью исключить перец, и все острое, либо в очень маленьких количествах, пищевод у нас с вами оголен, и он будет очень сильно страдать, может быть, вы это не почувствуете, но вам будет, не вам будет, а вашему пищеводу будет очень больно, соус остренький, могу порекомендовать, возьмите ананасик, добавьте чили перец, добавьте немножечко персика, и красного лука, все это перемешайте, соус острый готов, первый прием, только жидкая пища, подсказывает Иван, тертая морковка, можно, но в обед или вечером, правильно, Вань? О, что предпочтительно на выходе, салат из серых овощей, или протертые супы, я думаю, что Иван со мной согласится, это протертые супы, а у поваров есть такой сленг супа, поэтому много очень было супов у нас на предыдущей коловаде, старайтесь, супы, вот Ваня, точно так же, как и я, старайтесь в обед, либо там в 2-3 приема, делать себе легкий супчик, но не варить его на неделю, а вот именно там несколько компонентов, добавили водички, пробили, покушали, и все нормально будет, можно смузи, но смузи я не рекомендую, какие-то крутые, с огромным количеством овощей, и все-таки, я думаю, ближе к полднику, не в начале дня, а в начале дня это легкие кашки, так, 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 луковый супчик это нечто, спасибо большое, Лариса, вот луковый супчик можно, я думаю, что кушать во время третьего этапа, зеленый смузи, знак вопроса, Ольга, зеленый смузи можно во время третьего этапа, да, лучше без круп, подсказывает Ваня, крупы тоже очень нас с вами долго впитываются в наш пищевод, крупы можно было на первом этапе, на третьем этапе, ну, по чуть-чуть, очень люблю припущенную спаржу, можно на третьем этапе, можно понемногу, но не переваривайте, пожалуйста, ее ни в коем случае, ни белую, ни зеленую, кстати, кто-нибудь знает, как правильно варить зеленую спаржу, или белую спаржу, очень люблю припущенную спаржу, на третьем этапе, зеленую спаржу, если она толщиной, с мой мизинец, даже меньше бывает, Ее нужно варить 35-40 секунд, не больше, с добавлением лимончика, чтобы она у вас не побурела, чтобы она стала перламутрово-зеленого цвета. Если она толщиной с палец, либо с большой палец, варить ее полторы минуты, не более, но предварительно ее чистить нужно. Хорошо? Белая спаржа. Белую спаржу лучше варить с каким-то жиром. Во время коловады сливочное масло нельзя. После коловады белую спаржу очищаете, как правило, она вот такая толстая, с большой палец, и варить ее со сливочным маслом 2-3 минуты, не более. Зеленую спаржу обязательно нужно откидывать на лед, для того, чтобы она дальше не продолжала вариться. И вас тогда ждет успех. Кстати, друзья, забыл вам похвалиться. У меня сегодня победа. Слышу просто шуршит на дальнем плане. Иди сюда, мой хороший. У меня ребенок сегодня. Вот она моя красотуля. Это мой чемпион по бальным танцам. Он принес... Мы перешли только недавно на новый этап танцев. Он мне принес вот такую вот награду. Завалил в прошлом году золотом. Ну ладно, ладно, нос задрал. Все, иди, 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 хвалюха моя. За планшетом побежал. Завалил золотом. Очень классно. Вот я считаю, что на самом деле, положа руку на сердце, вот в этом-то как раз оно счастье. Когда твои дети растут, когда ты видишь, что происходит, что у них есть какие-то достижения, что они не просто где-то по двору мотаются и курят сигареты, а что они чем-то постоянно заняты. Поэтому занимайтесь своими детьми, занимайтесь. Про питание. Друзья мои, у нас есть с вами еще 17 минут, но я продлил принципиально вебинар на 15 минут дольше, чтобы мы с вами побольше поздравляю, 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 чтобы мы с вами побольше поболтали. Я ваш еще, можно сказать, что полчаса. Мне очень приятно, что очень огромное количество участников в той Калаваде. У нас было порядка 300 человек. Я сейчас каждый день вас всех подсчитываю. И вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть не хватает до 1000 человек. Я на самом деле очень хочу, чтобы произошло вот это вот три нолика. Для нас это огромное достижение, огромная радость, что мы делаем кому-то добро, что мы постоянно создаем какие-то движения, пусть нас немного, пусть у нас есть наш замечательный гуру, который нам подсказывает, как правильно все приготовить. Мы очень часто сами с ним советуемся. Ваня, как это? Ваня, как то? Он очень достойно все рассказывает. И самое главное, все ровно и правильно. Наша Мила без нее, собственно говоря, вообще никуда не делись. Кстати, только благодаря Миле я на самом деле на этот проект и вышел. Одним утренним днем мне позвонил знакомый повар и сказал, слушай, говорит, у меня есть девушка, которая занимается здоровым питанием. Я позвонил этой девушке, как вы понимаете, это наша замечательная Мила. И она сказала мне, надо поставить меню. Я сначала еще тогда не понимал, что да как да почему, но потихонечку мы начали вместе сотрудничать и нам стало очень вместе интересно. Мало того, первые вот эти вот 10 роликов, которые были на второй коловаде, мы их снимали без дублей, мы их снимали одним махом. То есть каждый ролик у меня занимал буквально 2-3 минуты. Поэтому это было так легко и интересно, это было очень классно, очень весело. И мне на самом деле очень приятно просто позвонить Миле и просто с ней поболтать. И я вам хочу сказать, что очень важный момент в жизни, когда вы идете по улице или вы встречаете кого-то в автобусе, в метро, каждый абсолютно человек это наш с вами учитель. Даже вы, наши участники, вы для нас учителя. Я отвечаю на ваши вопросы и я как-то с вами контактирую, Ваня с вами контактирует, вы нас постоянно чему-либо учите. Так, вижу, что много чем вопросов, я заболтался. Так, так, так. Светлана. Мясной бульон без мяса, когда можно? Интересный вопрос. Знаете, это... Есть такой бульон московский у поваров, такое название. То бульон московский, это обыкновенная вода из-под крана. Ну, это шуточный такой бульон московский. Мясной бульон без мяса, это, конечно, очень оригинально. Вы можете себе позволить, я вам советую, сделать второй или третий бульон. Как это сделать? Это вы кинули кусочек мяса, залили холодной водой, он у вас закипел. Первую пенку сняли, а лучше вообще полностью вылили бульон, залили опять водой. Опять закипело, опять слили и так далее. То есть, чтобы он у вас был слабенький. Сейчас нам бульончик ни в коем случае пока не рекомендуется. Там огромное количество жира, ведь понимаете, когда мясо варится, ведь все из мяса попадает в бульон. После коловады потихонечку вводите, хорошо? Хорошо, здорово, отлично, спасибо вам. И вам большое спасибо, Наталья. Так, Анастасия. Если мужчина обожает мясо и совсем не может без него, что делать, чем заменить, как сделать наиболее полезным? Если имеется в виду во время коловады, то от него можно избавиться на две недели. Можно взять и, как Ваня говорил, закрыть рот и потерпеть. Потерпеть ради себя любимых. А если он очень сильно обожает мясо, я вот тоже очень сильно обожаю мясо. Ну, значит, просто мужу нужно не покупать мясо и все. Будьте умнее. Девушки, ведь вы же наши шеи, ведь вы нами крутите. Поэтому, в какую сторону вы повернете, так оно и будет. Занимайтесь своими мужьями, ведь от вас все зависит. Так, интересный вопрос. Как часто на втором этапе должен очищаться толстый кишечник? Про этот вопрос вам ответил уже Ваня. Не нужно, во-первых, ни в коем случае паниковать, что я, допустим, там... У меня ничего не произошло там два дня. Потихонечку, полигонечку, все с вами произойдет. Все с вами произойдет. Если не произошло, сделайте клизму и ждет вас успех. У всех желудок и кишечник разные, и организм работает по-разному. Поэтому не волнуйтесь. Никакой запрессованности или камнем, как многие говорят, у вас глина, не встанет в кишечнике. Все из вас выйдет. Поверьте, и вместе с этим выйдет все ваше вот нехорошее, то, что там скопилось. Мой муж тоже любит мясо, но на работе такая гордость за себя была. Он вместо булки с котлетой на обед пил порошок. Я рад за вас, Наталья. И вот это, кстати говоря, ужас нашего современного мира, когда мы с вами едим эти бургеры сумасшедшие. Это булка, это кусок сыра, кусок мяса, и это снова булка. Вот это как раз категорически нельзя. Нельзя есть макароны с мясом, нельзя есть картошку с мясом. Это просто ужас. Если вы кушаете хороший кусочек мяса, пожалуйста, всегда добавляйте помидорчики, либо огурчики, либо перчик, либо редиску, либо зелень. Обязательно чем-то заедайте мясо. То есть мясо – это очень тяжелый продукт. Ему нужно, чтобы он проталкивал. Я повторюсь и буду повторяться еще раз. Если задержка два дня, лучше сделать клизму. Да, Ваня, я уже это, в принципе, озвучил. Согласна клетчатка. Да. Еще. Про мясо поговорили, про елку мою поговорили, фотографии посмотрели. Иногда хочется, знаете, поизгаляться во время фотосессии. Бывают вот такие вот у меня моменты в жизни. Так, про что мы еще? Про это мы сказали, про это мы сказали. Ну, вроде бы про все. И еще раз повторюсь. Сейчас, секундочку. Вот эти два листочка, читайте их, пожалуйста, внимательно. Я знаю, что вы сейчас на втором этапе. Кто-то из вас их уже нашел. А кто-то, как... Не буду говорить, кто находит. Только тогда, когда вытаскивает последний пакетик из коробочки. Эти два листочка, это наша с вами инструкция. И ваша инструкция, это Ваня, Мила, Алена, я. Это мы, ваши инструкции. Мы вам помогаем. Хорошо. Вижу, а какие из десертов можно в целом? Да можно, на самом деле, десерты. Только по чуть-чуть. Не нужно брать большую порцию тирамису, моего, кстати, любимого десерта, и есть его по 3-4 порции. Возьмите чуть-чуть маленькую порцайку, покушайте там раз в месяц, раз в недельку, и ждет вас успех. То есть, это все калории. Свои продукты на третьем этапе можно. Знак вопрос. Вы знаете, я к своим продуктам отношусь, это как, не знаю, такой ненормальный заменитель. Это вроде продукт, но по факту это не продукт. Это как резиновая кукла. Вроде оно есть, но на самом деле его нет. Можно, но по сути, этот продукт не несет никакой пищи. Поэтому думайте сами. Или воспользоваться свечкой из аптеки, у кого плохо, с выходом из глины. Ну, я думаю, как вариант тоже можно. С соевым соусом непонятно до конца. Так, Мила, молодец, меня поддерживает. Я тоже хочу ответ про соевый соус. Друзья мои, соевый соус можно, даже нужно и во время каловады, и по жизни. Можете убирать, исключать соль и добавлять в соевый соус. Дело в том, что в соевом соусе гораздо меньше соли, чем в обыкновенной соли. Концентрация меньше. Поэтому вы можете заменять соль обыкновенным соевым соусом. И сегодня, мне некогда, если честно, я закрутился. Посмотрите, пожалуйста, если у кого-то есть Москва 24. В записи сегодня была пищевая революция. Там мой очень хороший ведущий рассказывал про три продукта. Это майонез, кетчуп и соевый соус. Какой можно, какой нельзя и почему. Вкратце, про майонез, кетчуп мы с вами вообще разговаривать не будем. Это вредные продукты. А вот соевый соус, я с ребятами согласился. Они все то же самое, что было у меня в голове, они все сказали по телевизору. Первый момент. Эта пластиковая бутылка никогда не покупайте. Она должна быть только стеклянная. И должен быть хороший бренд. По возможности, я вам уже всем написал, повторюсь. Соевый соус самый лучший во всем принципе мире, это кекаман. Дальше. Второй момент. Соевый соус состоит из четырех компонентов, не более. Это соя, это соль, это пшеница и это вода. И все. И хороший соевый соус, он стоит все-таки много денег. А тот соевый соус, который стоит 50-30 рублей, ну это, наверное, все-таки не продукт. Если в долларах исчислять, то это, наверное, после 10 долларов. Нет, загнул 10. Ну да. Какая химия? Наталья, какая химия? Находит еще коробку так. Что за вопрос про химию? Наталья? Тишина какая-то нездоровая. Друзья мои, и что еще хотел сказать? Очень важный момент. Когда мы с вами заканчиваем коловаду, пейте тоже много воды. Сейчас читаю вопросы. Никаких больше вроде наук вопросов нет. Нет, нет, нет. Вода и чай. Круговорот воды в нашем организме, это самое-самое лучшее. Макса, а твои дети уже готовят? А, сейчас, вот-вот-вот. Нет, я про соевые продукты написал, что они как химия. Да, действительно, Наталья. Совершенно верно. Я про соевые продукты написал, что они как химия. Но я тут с вами соглашусь. Это все-таки какой-то ненормальный заменитель, который я, например, не люблю и всегда его избегаю. Макса, твои дети уже готовят сами. Бывают, что мои дети готовят. Бывает, что посуду моют. Старший сейчас со средним старшим тоже посуду очень часто моют. Но иногда в охоточку, иногда нет. Я, на самом деле, никогда их не заставляю. Вы знаете, детей вообще заставлять ни в коем случае нельзя. И про то, что вот все вспомнил, что хотел сказать. Почему-то никто из вас не задал вопрос, как их правильно кормить детей. Когда вы их кормите, вот положили на тарелочку ребенку чуть-чуть продуктов. Сколько он съел, столько он, значит, хочет. Как только вы начинаете заставлять детей, это будет только вам потом вставать боком. Может быть, ребенок походит, 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 вернется и тогда покушает еще. У меня бывает, что съедает старший маленькую тарелочку супа, а средний, наоборот, мало. А бывает наоборот. Поэтому тут не угадаешь совершенно, тут нужно просто-напросто как-то к детям подстраиваться. И, наверное, все-таки как папу скажу, когда ребенок кушает, это же счастье. Старший один раз подошел, сказал, пап, научи меня крутить суши, роллы. Естественно, я там побежал в магазин, купил рис, купил нори, купил васаби и сделал. Но, естественно, не из сырых продуктов. Я на той коловаде сказал, скажу на этой коловаде. Друзья мои, пожалуйста, не кушайте суши в Москве вообще. И только если у вас где-то за горизонтом есть моря и океаны, где есть свежая выловленная рыба. Только тогда можно кушать суши. Так, по поводу детей. Так, лучше на выходе соевого соуса не принимать. Три дня можно и обойтись. Ваня, я с тобой согласен. Давайте без соевого соуса вообще. Ура, я ждал этот ответ. Сын рядом слушает. Сыну привет. Если сын начнет готовить, то поддержите его в этом, но не настаивайте. Вот буквально два года назад ко мне ребенок подошел. Вот он сейчас даже, я до сих пор 13 лет старшему, я не знаю, кем он по жизни будет, потому что он бросается в разные моменты. И то футболом он занимается, то баскетболом он занимается, то ничем не занимается. И он сказал, папа, как вот ты выбрал профессию повара? Ну, кто-то из взрослых сейчас со мной согласится, кто-то нет. Профессия как-то сама выбирает человека по жизни, нежели человек выбирает профессию. Когда-то ребенок сам к этому придет. Пусть он, может быть, будет обжигаться. Не нужно тыркать в какие-то институты или колледжи, в те, которые вам нравятся. У меня, например, мама спрашивала с папой, как, куда ты хочешь пойти? У меня был большой выбор, я сказал, я хочу туда. Я туда пошел, куда я захотел. Спасибо, так, Иван, спасибо на первую неделю своего соус можно в небольшом количестве. Так, ему 10 лет, привет от него. Да, профессия приходит сама. Ну, видите, вы со мной соглашаетесь. На первой неделе можно. Ваня, молодец, спасибо большое за поддержку. Ну что, друзья мои, 2058, если еще вопросики позадаете, я вам на них поотвечаю. Могу немножечко проанонсировать, у нас с вами коловадость сейчас идет. Второй день, второго этапа. Вам осталось еще два денечка. Терпите, друзья мои, мы с вами, мы всегда ответим на ваши вопросы, если я около компьютера или около телефона. Мы, в принципе, всегда онлайн. Мы вам будем отвечать, мы вам будем помогать, мы вас будем поддерживать, как можем. И морально, и физически, и психически. И кто-нибудь из нас четверых всегда ответит на те или иные ответы. Если не может один куратор, ответит другой куратор. Или, в конце концов, мы начнем друг к другу долбиться. Ваня, помоги. Макс, помоги. Поэтому держитесь. Мы рядом, мы близко. Мы все через это либо прошли, либо проходим, как Ваня со своей семьей, одновременно вместе с вами. Моральный дух, он важен. Вчера очень хороший был вопрос, на который я сам лично отвечал. Девушка написала, что «Помогите, у меня какое-то упадническое настроение, я не знаю, на улице погода плохая, что-то вот мне нехорошо». Что я ответил? Во-первых, когда проходит коловато, да и вообще всегда нужно выходить из дома и всегда свежим воздухом дышать. Это обязательно должно быть не просто вы вышли по проспекту, погуляли, где машина ездит вечером. А сходите в лес, сходите в парк, подышите свежим, хорошим воздухом. Позанимайтесь спортом, наконец. А по поводу леса или парка, я хочу вам еще сказать, что я, с одной стороны, философски так к этому относился, но, может быть, я начал все-таки взрослеть. Я понял, что иногда помогает просто подойти к дереву и его обнять. Кто-то из вас улыбнется, а кто-то со мной согласится. Это классно. Вот эта вот энергетика живого дерева, живой природы, она иногда дает вам какое-то новое такое ощущение, новый взрыв эмоций. И тогда вам станет легче. Ой-ой-ой, очень много вопросов. Так. «Максим, вы любите мясо, и как часто вы его едите?» Но если учесть, что я повар, иногда я его не ем, иногда я его пробую, есть такая пословица поваров. Поэтому бывает так, что в охоточку могу с мальчиком мясо съесть, а иногда бывает, и вообще без мяса обхожусь. То есть тут как-то нельзя сказать, что я каждый день ел. Если у меня есть желание, я иду. И я на самом деле в магазин. Я и вам точно так же говорю. Не ешьте постоянно один и тот же продукт. Делайте какое-то разнообразие в своем рационе. Постоянно нельзя одним мясом питаться. Нужно всегда, чтобы у вас было большое разнообразие всех продуктов. Опа. А яйца вареные можно в конце третьего этапа? Я думаю, что можно вареные в конце третьего этапа. Выдохните, хорошо. По чуть-чуть, но вводите. Прямо в самом конце третьего этапа. Покажите, как приготовить панакотту. Приготовить панакотту проще, просто. Вам понадобится молоко, вам понадобится стручок ванили, прокипятили молоко, добавить туда желатинчик, можно добавить туда желточек, то есть заварить желточек. И формочку заливаете, ставите в холодильник, у вас все готово. Я думаю, ответил. Так, мы действительно чувствуем вашу поддержку. Это здорово. Да, Лариса? Мы стараемся и еще, я говорил и в той, и в другой группе, насколько я помню, ведь помимо того, что мы как кураторы вам помогаем, вы ведь между собой еще тоже пересекаемся, поэтому наша группа растет, 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 как на дрожжах, и вы между собой друг друга поддерживаете. Вот в этой коловаде мы это очень сильно видим. Вы начинаете сами друг друга отвечать на вопросы. То есть кто-то из коловадчиков прошел уже не пятую, даже не шестую коловаду, кто-то уже очень опытный, начинает уже нам помогать как кураторам, и вот это очень классно. Я тоже люблю обниматься с деревьями. Да, Ирина? Вот, хорошо, спасибо большое. По поводу дерева супер. А еще круче, походить босиком по земле, песку, траве. Да, хочу на этом заострить внимание. Тут смотрел недавно передачу, рассказывали про теплые полы. И, пожалуйста, у кого есть эта функция, забудьте про нее. Да, действительно, походите босиком по сырой земле, и сырая земля впитывает всю вашу вот эту вот негативную энергию, все ваше плохое настроение, и вам сразу становится легко, как после нашей замечательной коловады. Так. А лучше ребенка или любимого обнять, гуляя в лесу, еще больше энергии? Да, Наталья, очень хороший момент. По поводу детей, друзья, вот я, например, если с работы иду, очень сильно уставший, или у меня плохое настроение, я пытаюсь где-то в голове оставить вот эту вот всю негативную энергию, оставить на работе, а прийти домой, знаете, вот все-таки, когда много детей в доме, это счастье. Когда ты открываешь дверь, печка не даст соврать, да, где-то есть Петрух, вон она, я здесь. Когда они бегут на меня все вчетвером, и меня сносят, сносят меня с ног, вот оно счастье. Вот оно счастье. Максим научит готовить тирамису. Тирамису, это мой самый любимый десерт, но, друзья мои, он очень, очень калорийный. И, так, сейчас, подождите, про тирамису. Вань, я сначала не прочитал, даже кто написал насчет тирамису. Тирамису я тебя лично научу, чуть попозже. Давай я сейчас сначала коллегам всем отвечу, нашим коловачкам. А можно порошки продлить или нельзя? Порошки, если вы имеете в виду нашу замечательную глину, то, Ваня отвечал на этот вопрос, я его словами отвечу. Вы можете продлить второй этап на день, на другой, на третий. То есть, никакая проблема совершенно. Максим, а какой раз вы проходите коловаду Ирина Виноградова? Хороший вопрос. Коловаду я прошел первый раз, надеюсь, что не последний. Сейчас у меня очень много мероприятий. Я решил чуть-чуть пропустить этот момент. Обязуюсь, скажем так, для себя и думаю, что Мила меня поддержит на третьей, точнее, на четвертой коловаде. Я обязательно буду вместе с вами. Буду проходить, потому что там уже будет такой ленивый сезон, когда у меня будет бурная мозговая деятельность и мало физической, в том плане, что мало будет работы. Я буду тогда принимать коловаду. Это точно босиком прелесть. Так, или коловаду продлить, слышала про каскадную. Скорее, этот вопрос насчет каскадной к Ване он мне поможет. Да, да, про тирамису. Ой, вау, ну ладно, уговорили, Ваня. Только ради вас двоих рассказываю. Тирамису это итальянский десерт, который придумали в 16 веке. Он состоит из желтков, из... Кто-то где-то рассказывает рецепты, что делает столько из одних яиц. Я, например, делаю из нескольких компонентов. Это сырые яйца, это желтки, это сливочный сыр, маскарпоне, это сливки крепкие, 38% по возможности. Вот поэтому этот десерт нельзя есть постоянно. Вы желтки перетираете с сахаром либо сахарной пудрой, добавляете ваниль, ванилин по чуть-чуть для запаха и вводите маскарпоне. Аккуратно перемешиваете и в эту смесь добавляете взбитые сливки. Раскладываете по формочкам, только туда еще входит очень важный ингредиент. Это печенька, которая называется савоярди, по-другому савоярди называется дамские палочки, которые мы мочим в кофе предварительно крепко сваренным, это должно быть эспрессо, в который добавляется алкоголь. Во всем мире сейчас добавляется амаретто, но по факту в 16 веке когда придумали этот десерт добавляли марсалу, это крепленое вкусное вино. И делается так, кладется сначала печенька, потом крем, потом опять печенька, потом снова крем и как правило это все по два слоя. Если вы хотите сделать 3-4 слоя на здоровье, можете сделать все это с фруктами. Я очень часто делаю мастер-классы по этому десерту, но друзья мои, я ни в коем случае не хочу на нашем вебинаре заниматься своим собственным пиаром, если кому интересна тема мастер-класса, пожалуйста, пишите мне в личку, отвечу на все вопросы. Хорошо? Так, про тирамису мы закрыли тему, а можно собрать группу и всех сразу научить готовить тирамису. Боюсь, это будет нездоровое питание тогда мило, но можно. Если мы соберемся, можно попробовать. Я этим занимаюсь уже порядка 7 лет. Занимаюсь мастер-классами. Так, а у нас 25 лет как живем в Германии, но из-за меня не поехали в ресторан. Наталья! Не поехали за вас в ресторан. Но видите, какие у вас родственники, зато молодцы. Они вас поддержали и и они с вами рядом. Есть вегетарианский тирамису, знак вопроса. Давайте вместе рассуждать. Вегетарианский тирамису без яиц, без сливок и без печенья бисквитного? Честно, я что-то как-то не слышал вегетарианского тирамису. Если вы мне проведете мастер-класс по вегетарианскому тирамису, я с удовольствием. Так. Да-да, я хочу мастер-класс. Очень вкусно, часто делаем. Но с пониманием. Правильно, с пониманием. 18 ноября у меня день рождения. Тогда поедем. Молодцы. Молодцы вы. Молодцы, что вы позитивно подходите к этому процессу. Хотя он очень тяжелый. Эти две недели, они для организма это все-таки такая хорошая встряска. Вы молодцы, что подходите с оптимизмом. что все идете одной большой такой вот кучей, вот одним таким кулаком. В том же духе продолжайте. Я планирую вместе с Милой, что у нас еще будет большая мега-калавада Fast 4.0. Да, Мил? 4.0. И она будет уже такая посерьезней. Наша семья, все наши калавады. Ага. Молодцы, что могу сказать. У кого там исчезло? Ольга, что у вас исчезло? Перезагрузите браузер и тогда ждет вас успех, если у вас что-то исчезло. И напоминаю, все я с вами, напоминаю, хочу маленький сделать анонс, что у нас с вами впереди. Впереди у нас наша замечательная фитнес-наставник, наша Аленка, которая с вами будет общаться в понедельник в 8 часов вечера. Пожалуйста, подготовьте все вопросы, так же, как меня, заваливайте вопросами, ведь от того, как мы занимаемся спортом, зависит многое. Очень классный был момент по поводу планки. Честно, так как у меня огромное количество работы, правда, я ни разу в жизни на планке не стоял, и мне было стыдно выставлять фотографию со своей планкой, но полторы минуты, точнее, минуту 42, у меня здесь дети засекали, я простоял. Я сначала встал на 30 секунд, а вот потом на... Потому что после Мила мне как-то было стыдно, что я не встану на полторы минуты, я встал на минуту 42 секунды. Поэтому я могу. Так, 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 спасибо, все, вебинар был очень интересно, было приятно с вами познакомиться. Можно ли сейчас глина, веган шейк, этот вопрос точно к Ване. Спасибо, Макс, за такой супер-бодрый вебинар. Мил, только ведь, только ты, зажигалка ты моя ненаглядная, ведь и вышла, и сделала, чтобы я был обояшкой вместе с вами. Спасибо большое за обояшку, спасибо, спасибо большое команде, спасибо, Максим, спасибо вам огромное, друзья мои. Но, 21.10, я хочу с вами попрощаться, я хочу вам сказать, будьте, будьте, пожалуйста, бодры, веселы, как в том замечательном фильме, в нашем хорошем, и ждет тогда вас успех. Всегда улыбайтесь, всегда говорите всем здравствуйте, всегда говорите всем спасибо, и всегда кушайте правильно. И самое важное, друзья мои, чтобы у вас всегда в семье было хорошее, теплое отношение, чтобы у вас в семье был всегда смех, детский смех, да или вы просто друг с другом общались. Всем спасибо вам большое, я вас люблю, обожаю, всегда буду отвечать на все ваши вопросы, всегда буду рядом. Мы, команда, зарапортовался уже, Calavada Fest 3.0, всегда рядом. Спасибо большое, до свидания.